всем привет привет всем отличной пятницы рад вас приветствовать снова на своем канале сегодня хочу сделать расклад на одну позицию поэтому вы не видите камешек в принципе на будущее да можно сразу понять если нету камешков значит позиции не будет на еще будет одна позиция а смотреть мы с вами вот что будем насколько выросли свой ролевой потенциал то есть под словом принципе можно было посмотреть и мы посмотрим первым вопросом насколько в целом раскрыт ваш потенциал а потом мы посмотрим по ролям то есть как роль женщины и матери и профессионала и бонусом посмотрим финансовый потенциал почему бонусом потому что но финансы не относится к роли вот хотя в принципе но есть какое-то пересечение до роль профессионала я либо человека той деятельности которой вы занимаетесь но все равно как роль финансовая составляющая не относится в принципе вот это вот мы будем посмотреть да будем посмотреть будем смотреть посмотрим будем смотреть насколько раскрытые ваши роли об этом будет расклад итак смотрим первый вопрос сначала посмотрим в целом и так насколько вообще ваш потенциал раскрыт вот именно на данный момент пятерка кубков здесь есть просто какие-то разочарования переживания по поводу ваших желаний и амбиций то ли здесь что-то сейчас на данном этапе вас огорчает и расстраивает но это не показатель вашего потенциала мне важно посмотреть аркад который укажет на на ваш потенциал потенциал огромный то есть аркан шута говорит о том что у вас действительно огромный потенциал есть много возможностей от вас будет зависеть как и что вы будете реализовывать то есть здесь нету каких-то объемов до конкретных ограниченных то есть здесь действительно очень огромный потенциал скажем так вашим ногам весь мир брошен да что вы в этом мире выберете для себя это вот будет исключительно ваш выбор и ваша разрешительная система то есть что конкретно вы разрешаете себе принимать и получать то есть кто-то может разрешить себе огромные суммы финансовые либо там не знаю имущество а кто-то может разрешить себе исключительно только какой-то эмоциональную составляющую да и не имеющие отношения к материальному миру то есть отвечая на вопрос по вашему потенциалу в общем дата он большой а вот какой часть его давайте посмотрим вы раскрыли для себя сейчас но вы работаете над этим на то есть опять-таки карты конкретно не показывают вот какую часть вы раскрыли отсюда помещается помещается какую часть вы раскрыли здесь как будто бы сейчас вы только работаете над тем чтобы что-то воплотить вот действительно существенная свою жизнь ждал чтобы обозначить как-то свои границы но опять же таки да здесь вот вопрос границ вопрос рамок и правил которые вы устанавливаете самостоятельно то есть здесь вот если бы вы хочется как больше себе разрешили да то есть если бы не ставили скажу по-другому если бы не ставили себе границы и преграды то есть вот границы вы дозволенного или не дозволенного да то есть правило что можно а что нельзя вы сами себе выстраиваете вот в этом задача главное то есть если кто-то из вас задается вопросом да почему вот у меня в жизни только столько а хотелось бы больше то это вот непосредственно вопрос к себе да какие правила есть вашей жизни установленные вами самими что не позволяют не разрешают не дают возможности получить то что изначально у вас по шиту здесь было дано что здесь за ограничение вопрос ценности то есть вот допустим если для вас на первом месте так скажем ну ваше развитие до духовное и вы для себя выбираете что материя это вторичное все что связано с материей для меня не столь актуально то вопрос приоритетов да то в таком случае вы сами себя будете ограничивать финансовых каких-то вопросов но при этом будете разрешать себе получать очень много знаний очень много каких-то не на опыта может быть да то что поможет вам развиваться то есть вот то что у вас стоит в приоритете на то вы и будете обращать внимание и этого вашей жизни будет много то есть как в плюс так и в мину здесь не столь важно а то чему вы уделяете меньшей степени внимание этого вот вашей жизни будет в дефиците недостатки но не потому что есть какие-то внешние факторы которые ограничивают здесь исключительно ваше какое-то принятие либо не принять и да то есть блоки внутренние здесь блоки стоят так давайте теперь посмотрим по ролям думаю в общем да здесь понятно опять же таки расклад общий вот и делать такую скажем мини диагностику дано такое большое количество людей не совсем корректно но с другой стороны да и как я всегда говорю общие расклады они больше даны нам не для того чтобы как-то себя продиагностировать а услышать возможно какую-то информацию которая поможет вам в вашем понимании себя да то есть на что-то обратить ваше внимание то есть как будто бы подсветить что-то здесь не то чтобы вот сесть и сказать что да это про меня сто процентов вот все я принимаю значит мне сделали личную так скажем диагностику здесь скорее всего вот этот расклад будет не об этом здесь этот расклад будет в том чтобы вот как я люблю говорить больше про задуматься сесть и задуматься где и в чем я себя ограничиваю и почему главное то есть что мне это дает возможно там есть какие-то страхи возможно есть какая-то неуверенность либо прошлый опыт и вот подсветив вот этим раскладом какие-то ваши внутренние моменты до порефлексировать что очень полезно и так насколько раскрыт вообще ваш потенциал женщины в общем понятие но вот здесь вот женскими энергиями здесь будет немножечко сложновато потому что здесь присутствует какая-то борьба здесь будет очень много критики до по отношению к самой себе то здесь во первых здесь идет не принятие своего тела по каким-то ну аспектом . мута может быть это вот детали какие-то мелочи да то есть хотелось бы чтобы не было вот этой родинки либо чтобы не было вот этого родимого пятна а для кого-то более масштабно на то есть там меня не устраивает грудь меня не устраивает морщинки что-то не устраивает здесь есть какие-то претензии к самой себе то есть показатели не принятия себя то есть то что по вашему мнению не делает вас женственнее а наоборот мешает то есть здесь есть какое-то собственное представление идеала и вы как как человек да как проявление физическом мире вы не вписываетесь в рамки своих же собственных идеалов и вот здесь вот у вас идет вот это вот внутренняя борьба противоречия здесь очень много идут может быть предательств по отношению к самой себе именно в контексте женственности то есть может быть себе что-то говорите да что-то себе обещали сделать и не делаете то есть вот таком контексте идет предательство здесь очень много нелицеприятных слов вы говорите о себе о своей почему-то внешности а вот что касается энергии внутренней наполненности а вот касательно внутренней наполненности да то здесь намного лучше то есть к внешности есть еще какие-то претензии а вот внутренней составляющей здесь уже лучше то есть во-первых развита хорошо чувствительность до восприимчивость также здесь присутствует вот именно эмоциональный какой-то план да он хорошо развит может быть он развитый в минус на то есть не только в плюс как в контексте интуиции да и чувствование восприятия этого мира ну и может быть допустим минус условно говоря какая-то капризность да какая-то детскость непостоянность и вот может быть не сдержанность чем-то да в эмоциях раздражительность какая-то но с другой стороны вот здесь еще может проходить так что каким-то образом опять же не для всех а какая-то определенная часть те кто меня слушает они почему-то похожи на маму либо вот на бабушку либо на маму но большей степени как-то вот на женское какое-то лицо да то есть похожесть ваша идет и здесь возможно еще идет вот это вот сравнение того что я как будто бы вот по женской это скажем линии да как-то проживаю какие-то моменты и неприязнь она может быть связана еще и с этим то есть какой-то степени вы видите сходство с женщиной одной либо в общем женщинами да по женской линии и но может быть даже генетически да то есть внешне похожие и здесь еще может поскальзываться проскальзываясь какой-то страх по поводу того что вот я как-то повторю судьбу что ли своей мамы либо своей бабушки либо своей тете вот как-то что-то связано здесь женщинами то есть здесь может быть еще неприязнь то есть неприязнь в контексте какой-то вот программы что я вот я в чем-то повторяю их не знаю может быть это даже и внешность да то есть у вас может быть опять же таки волосы такие как у то есть если у мамы например были вьющиеся волосы и у вас бабушки например там была большая грудь и у вас и вы там учете ли был маму она была такого роста высокого например и вы тоже есть здесь какая-то повторность вот именно связанные с женщинами вашей семье и вот в этом контексте да здесь есть какие-то страхи то есть есть родовые программы но родовые не в контексте понятия рода а в контексте понятия генетики то есть вот как бабушка воспитывал маму нам с какими установками вот с такими же установками программами и ваша мама переняв от бабушки да она воспитывала вас и велика вероятность то если вы не прорабатывать То есть с такими же установками, если у вас есть дочка, либо в будущем будет внучка, вы также будете воспитывать. То есть вот в этом контексте я имею в виду. Род, да, как понятие генетики. То есть здесь еще вот эти вот программы идут. Так, еще насколько раскрыта ваша женская природа. Ну вот здесь вот мне как будто показывают, знаете, как судьбу что ли. Или вот женская судьба, женская доля, что-то такое идет. Вот какая-то неприязнь. То есть это программа. Программа на несчастье, что ли, как программа на нереализацию, на несчастливую любовь, на неудовлетворение, на невозможность быть счастливой, что ли. То есть вот какая-то драма, она здесь проскальзывает. Я не могу понять, на каком конкретном уровне. То есть это на уровне, там, я не знаю, внешности, либо это повторов каких-то ситуаций в жизни. То, что мы говорим, повторяю судьбу своей мамы, условно говоря. То есть вот какая-то здесь программа есть. И вот эта вот программа, установка, она на негатив. И она мешает вам раскрыть вашу женщину. И это вот каким-то образом еще связано с удовольствием. С удовольствием, с наслаждением. Ну и как факт, в дальнейшем это будет фактор финансов, конечно же. То есть также здесь какие-то программы на принятие, на невозможность принятия. То есть вот программы на то, как взаимодействовать, да, как взаимодействовать на равных. То есть здесь не... Здесь однозначно вас не воспитывали как принцессу, да, которую все любят, которой все холят, лелеют, и ей все дозволено. Здесь совсем не так. Здесь будут сложности, у каждого они свои. Поэтому женщина в вас еще не раскрыта. Но задатки, вот у меня такое ощущение, что задатки, они очень хорошие. Причем хорошие, знаете, на давать, на любовь. Вот луна, да, вот на эту чувствительность, на эту эмпатичность. На понимание, на ощущение мира. Вот на тонкость какую-то, да, на восприимчивость психики, да, то есть взаимодействие, на душевную близость. Вот у вас здесь есть задел. Второй вопрос, что нету именно полного раскрытия. То есть вот такое ощущение, что вот если бы вы раскрылись, да, хочется сказать, как белый цветок, вы бы вот как-то благоухали. То есть вот ваш запах, ваше влияние, ваш аромат, вот этот шлейф открывшегося бутона, цветка, скорее всего, да, он имел бы вот так огромное влияние на людей, которые с вами взаимодействуют. То есть вы это смогли бы, ну, заметить, как вот на вас обращают внимание, да, вам хотят сделать какие-то услуги, внимание вам оказывают, подарки маленькие какие-нибудь делают, да, улыбаются, комплименты. То есть вот вы бы это очень часто замечали. Здесь этого нету. Здесь вы опираетесь больше, скорее всего, на какие-то другие качества. Но вот эта женщина ваша внутренняя, она еще не раскрыта. Насколько вы раскрыли свой потенциал как жена, да, как жена, как партнерша, да, если кто-то живет, например, в гражданском браке, да, либо встречается с кем-то. То есть вот как союзница, как, боже, как это слово-то? Как соратница. Вот такую роль давайте посмотрим, да. Насколько она раскрыта. А вот эта вот роль раскрыта. Раскрыта, в ней есть перспективы роста, то есть вы как раз-таки тот человек, которому, ну, во-первых, можно доверять, я имею в виду противоположному полу, либо, ну, с человеком, с которым вы находитесь в тесной какой-то связи. Да, то есть вы создаете вот этот уют, вы создаете комфорт, в этом есть какое-то развитие, то есть вы, велика вероятность, как жена декабриста, да, могли бы поехать за своим любимым человеком на другой край страны, либо мира. То есть вот чувство вот этой семейности, оно у вас есть. Только вот, понимаете, вот как женщина, да, здесь раскрытости нету, а вот если мы говорим более близких отношений, да, как жена, как жена, либо как соратник, как союзник, да, вот это вот раскрыто. То есть вы больше будете, понимаете, не любить человека, а вы будете о нем заботиться, вы будете помогать его в реализации планов, как-то вдохновлять, поддерживать. Но это не про любовь. Это не про принятие, это не про то, что человек будет вами восхищаться, и вы от этого будете, не знаю, благоухать, радовать, быть счастливыми просто потому, что вы есть. Пользоваться своей женской вот этой энергией, кокетства. Вот это не совсем про вас здесь. То есть про вас это забота, это семья, это какие-то перспективы, планы. То есть такое ощущение, что вы как хороший партнер. Вот у нас роль жены мы рассматриваем, а вот здесь вот именно жена-друг, жена-партнер. Вот это по-русски или по-грессике? По-русски. Вот это вот здесь хорошо прослеживается. Еще, насколько у вас раскрыта роль жены. Да, вы тот вот маяк, который движет вашим партнером, помогает. Вот вы в него вкладываете, причем вкладываетесь очень много, не в себя, а в него. И я не удивлюсь, что здесь может быть такие моменты, что вот вы вкладываете, вкладываетесь в человека, а вот он как-то в какой-то момент доходит до своего какого-то пикового развития совместного, а потом может пойти уже без вас. То есть вас уже надобности не будет. То есть вы как будто бы взращиваете какого-то человека. В общем, похоже, знаете, как на роль учителя и ученика, то есть наставника и ученика. Когда вы отдаете в какой-то, ну, все знания, в какой-то момент ученик должен пойти своим путем. Вот здесь что-то такое есть. Но у вас есть необходимость, именно десятка педаклей, она про семейность, но она говорит еще, знаете, вот про то, что где-то у вас есть какие-то тепкие надежды на близость, но на душевную близость. Вот у вас есть эта потребность что-то совместно делать. Но из-за того, что вот ваша вот эта женщина не раскрыта, у меня здесь возникает такое чувство, что вы близко к себе, человека не подпускаете. А поскольку вы очень много делаете для человека, и ему не нужно будет как-то, не то чтобы вас завоевывать, а что-то делать вам взамен, потому что вы и так отдаете много, у вас есть эта потребность. Потребность в отдаче, потому что у вас потенциал большой. Но вот если бы вы его реализовывали для себя, для собственного развития, для собственного раскрытия, наслаждения, удовольствия, творчества, реализации своих каких-то желаний, у вас было бы меньше потенциала на отдачу другому человеку. И вот как будто бы, будучи рядом с вами, вот в таком, не знаю, саду из роз, где очень такие приятные запахи, человек бы сам не захотел уйти от вас. А тут получается, что вы очень много ему отдаете, потому что вы себя не реализовываете. Потенциал есть, его надо куда-то направить. И вы его направляете в другого человека, и иногда можете даже где-то душить своей заботой, душить своим вниманием. И это тоже, может быть, одна из причин, что человек уходит. Не потому что вы плохой человек, либо как-то себя забросили, я имею в виду, если здесь брак, либо совместное проживание. Просто вас становится очень много, у вас потенциал огромный, то есть вы как солнце огромное. И с этим солнцем становится уже как в бане очень жарко, хочется свежего воздуха. И либо здесь, если это только встреча, то человек отдаляется от вас, чтобы вдохнуть вот этот свежий глоток воздуха, замерзнуть немножечко, и потом снова к вам прийти согреться. То есть здесь вот важно будет держать дистанцию. А у вас есть потребность на душевную близость. И здесь вопрос не то, что нет взаимности, а здесь вот у вас присутствует просто какая-то очень большая такая глубина, и вот вашему мужу, вашему партнёру, вашим отношениям очень сложно вас понять. И вы это понимаете, вы это ощущаете. не потому, что у вас характер сложный, а потому, что у вас вот такая глубина, у вас огромный потенциал. И вы этот потенциал не раскрываете, не показываете человеку, и в некоторой степени можете быть даже как-то вот сдержанным, мне здесь показано. И человек может ошибочно вас воспринимать, что вы холодны, либо что вы что-то скрываете. То есть вот здесь какое-то искажённое восприятие, друг друга. То есть вы как будто бы не раскрываете своему партнёру по понятным вам причинам. А партнёр, поскольку он не настолько зрел и осознан, как вы, в своей глубине, он здесь, не понимая вас, глядя на то, как вы себя ведёте, по вашему поведению, он может воспринимать вас, как вы, не знаю, закрытый, холодный человек, и вы как будто бы в нём не заинтересованы, не вовлечены. А на самом деле там другая немножко причина. Так, надеюсь, я донесла это. Ну, здесь вот прям такая глубина пошла в этом потоке информации. Хорошо. Не буду больше копать. Дальше смотрим, насколько раскрыт ваш потенциал как мать, да, вот у кого, ну, либо как бабушка. Ну, здесь вот прям как мать десятка кубков. То есть вы как раз-таки тот человек, который, ну, наполняете. Вот как мать, не важно, что вам говорят ваши дети, почему я это уточняю, потому что, опять-таки, дети могут воспринимать родителей через своё какое-то мироощущение, мировосприятие, но вот ваш потенциал как матери, он здесь раскрыт. То есть вы тот человек, который даёте эмоции, вы тот человек, который действительно любит, но с другой стороны вы можете идеализировать здесь, да, можете идеализировать, не знаю, как-то своих детей, ваше как-то взаимодействие с ребёнком, либо то, что вы хотите дать ребёнку, да, вот в этом есть какая-то иллюзорность, она всё равно присутствует. То есть, ну, не знаю, воспитать в кавычках идеального человека, да, такого уже готового, осознанного, то есть вот какая-то здесь иллюзорность проскальзывает, но как мать могу сказать, что вы здесь вот этот вот потенциал раскрыли, то есть своим детям вы можете давать любовь безусловную, либо если у вас ещё нету детей, ну, в силу возраста, да, то здесь, да, вы раскроете свой потенциал, вот здесь вот именно дойдёте как мать, да, своего максимума. Либо там, я не знаю, если это не ваши дети, ну, это могут быть там, я не знаю, племянники, племянницы, внуки, внучки, ну, вот по-разному, либо приёмные дети, ну, не столь важно, да, то есть молодое поколение, скажем так, следующее поколение после вас. Ещё смотрим, насколько раскрыт ваш потенциал, как мать. Раскрыт, и я могу сказать, что его, конечно же, можно было, это не предел, можно раскрывать и ещё, но вам как будто бы нравится вместе, скажем так, с молодым поколением, либо с вашими детьми, вместе развиваться, да, то есть вы благодаря своим детям оттачиваете какое-то, какие-то качества в себе, да, то есть понимаете, вы не тот человек, который будет говорить, что, там, я не знаю, меня надо уважать просто потому, что я раньше тебя родилась, да, нет, вы такой человек, который будет вместе со своими детьми расти, может быть, довольно молодом возрасте, да, родился у вас первый ребёнок, вот вы вместе как-то сообща, растёте, развиваетесь, либо вы, вам нравится проводить время со своими детьми и вместе с ними что-то делать, да, что-то создавать, то есть даже если ваши дети уже взрослые, всё равно вам нравится вместе проводить время, обмениваться какой-то информацией, то есть здесь совместное построение, построение будущего, да, оно имеет место быть, и я могу сказать, что вы не видите своих детей как, так сказать, как ребёнок, да, то есть вы, возможно, с самого раннего детства и ваших детей видели в них уже готовые такие души, правда, в маленьком теле, да, и вот хочется сказать, как-то общались с ними по-взрослому, ну, но вот на равных, то есть если вы, например, со своим мужем либо со своим партнёром можете проигрывать какую-то роль матери, то есть вы на ступеньку выше, да, то есть здесь вот с противоположным полом, ну, с отношениями вашими, давайте так скажу, не буду ограничиваться, гендерной принадлежностью, то есть вы со своими партнёром, своим мужем или там парой со своей, вы будете проигрывать роль матери, в большей степени не на равных, а вот с ребёнком, наоборот, вы себя как-то, ну, вот на равных ставите, да, то есть он как мой партнёр, да, как мой друг, надо с ним разговаривать уже как со взрослым человеком, то есть вот здесь вот идёт ещё вот этот вот перекос небольшой, да, то есть с ребёнком надо как с мать, как мать с ребёнком, а вы как с другом, а с партнёром, с вашим, надо наоборот быть как, ну, с равным вам, а вы там имеете более главенствующую роль, это не значит, что вы всё берёте на себя, но в любом случае вы стоите, ну, хотя бы на полступеньки выше, то есть ваше взаимодействие, оно не на равных. Так, смотрим следующую роль, да, роль профессионала, насколько она здесь раскрыта, так, подвину туда, как я вижу, тоже не видно будет. Так, вы как профессионал, насколько раскрыта? нет, здесь ещё вы как профессионал пока не раскрыты, здесь должны произойти изменения, здесь много каких-то ограничений ещё присутствует, вот я говорила, да, у вас там с финансами как-то, можно было бы и лучше, да, чтобы было вот здесь вот это вот как раз-таки с этим связано, то есть если ваши финансы идут напрямую от вашего какого-то рода деятельности, да, а не то, что, допустим, вас содержит муж, либо есть какие-то другие пассивные доходы, это другой вопрос, а вот именно от вашей деятельности, да, здесь, ну, не совсем, скажем, по максимуму то, что вы могли бы получить по финансам, почему? Потому что, как профессионал, есть какие-то сдерживающие у вас программы установки, от которых нужно отказаться, здесь нужно что-то разрушить, здесь очень много страхов, да, очень много страхов, сомнений, может быть, где-то в чем-то себя накручиваете, тревожитесь, да, 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 здесь очень много эмоций, которые вот мешают вам в полном раскрытии, и здесь знаете как, вот именно ваша личность, сейчас мы будем смотреть, да, насколько она раскрыта, ваш потенциал как личности, вот она здесь мешает вам, то есть вот как будто бы личная жизнь, да, она для вас актуальна, безусловно, никто не говорит, что нет, но она как будто бы вот на второй план, то есть там, может быть, не все так хорошо, но я не знаю, либо периодически вы как-то это ставите на второй план, да, личную жизнь, либо, ну не столько заморачиваетесь, скажу так, чтобы там вот в этом копаться, разбираться, нежели в профессиональной сфере, так как здесь выпали карты, потому что здесь либо момент такой назрел, да, какой-то вот этап, разрешить себе намного больше, и вот вы это чувствуете, чувствуете, то есть может быть сейчас я считываю, да, расклад, и вот именно в энергиях того, что личная жизнь, она как-то на второй план отошла, и на первый план вышла вот именно реализация себя, то есть проявление себя в профессиональной сфере, раскрыть себя по полной, здесь вы как раз таки сталкиваетесь с тем, что это, знаете, как воздушный шарик, вот ты дуешь, дуешь в него, и ты понимаешь, что вот он дошел уже как-то до своих пределов, вот я еще одно дыхание, да, один выдох, и этот шар лопнет, вот вы находитесь вот в этом состоянии, в каком-то таком пиковом состоянии того, что я уже не могу сдерживать свои эмоции, свои ограничения, свои страхи, тревоги, беспокойства, то есть меня это уже доводит к такой степени, что оно уже не может больше меня сдерживать, и сейчас вот это вот все прорвется, да, вот эти вот границы, которые есть, и мне придется что-то делать вот с тем, как вулкан здесь, что-то такое, то есть здесь что-то должно прорваться, ваша внутренняя какая-то составляющая, ваша профессиональная сфера, она изменится, то есть либо она пойдет в рост, и вам с этим надо будет что-то делать, то есть вы уже как-то вот сдерживать себя на тех, не знаю, на тех уровнях, да, вы не можете, то есть здесь уже такие пласты изнутри вас вскрываются, да, поднимаются, что если были какие-то, например, ограничения по поводу того, что я боюсь там зарабатывать большие деньги, либо я не могу проявляться, либо там меня будет критиковать, осуждать, либо там я считаю себя самозванцем, разные в такого формата убеждения, да, они уже не могут сдержать вас и вашего роста, то есть вы как-то прорветесь. Что здесь, что здесь произойдет? дьявол, да, то есть вы уже дошли вот как-то до своей какой-то точки кипения, то, что я говорю, да, точки кипения, потому что здесь уже человек уже начинает понимать, да, свою собственную значимость, свою собственную ценность, то есть уже знаете, как-то сдерживать то, что есть внутри вас, вот ваш потенциал, вашу глубину, знание, опыт уже невозможно, то есть она уже, это уже все прет, как будто бы наружу, и хотите ли вы того или нет, то есть здесь от вас мало что зависит, здесь будет изменение в профессиональной сфере, да, то есть если у вас был какой-то дар, и вы его сдерживали, либо какие-то способности, вы их сдерживали, больше этого не получится, то есть вы должны будете это проявить, вы должны будете это показать, отдать миру, да, то есть здесь могу сказать, что время пришло, и у нас вопрос был, насколько вы раскрыли свой профессиональный потенциал, вот сейчас вы его будете раскрывать, причем будете раскрывать, не потому что вы хотите, простите, а потому что, скажем так, время пришло, да, потому что уже хитрить, и обманывать себя в чем-то уже не получается, и получается, и в этом уже нету надобности и необходимости, то есть если вы даже были какие-то страхи, по поводу того, как я смогу о себе сказать, уже как будто бы вы и сами устали, бояться, как зайчик трястись, и, как говорится, сами себе говорите, пан или пропал, то есть, ну, либо я сейчас это делаю, либо, ну, уже нету смысла, то есть, вот как-то здесь точка кипения, да, точка невозврата, она сейчас у вас происходит, и как вы будете раскрывать свой потенциал, ну, будете идти по, скажем так, по зову своей души, да, вы будете делать то, что вам уже нравится, то, что вам приятно, вы будете про это рассказывать, вы будете заявлять об этом, будете себя как-то презентовать, это будет новое проявление для вас, но оно, да, оно будет с удовольствием, почему, потому что вы ощутите, насколько классно делать выбор, ну, то есть, не когда со мной что-то происходит, а когда я это выбираю, да, то есть, насколько в этом есть какой-то, я не знаю, сила, что ли, для вас какое-то самоуважение, то есть, делать то, что я хочу, это мой выбор, не из страха, вот именно из состояния какого-то душевного порыва, как это выстраивать свою жизнь заново, то есть, работать на той работе, на которой я хочу, которая мне приносит удовольствие, вкладываться, насколько получать удовольствие от той деятельности, которой вы занимаетесь, причем, вот как-то на, ну, на долгосрочной основе, то есть, здесь перемены будут, они хорошие идут, опять же таки, хорошие, плохие, это чисто субъективное, но, опять-таки, знаете, если кто-то боится как-то о себе заявить, да, а тут вынужден будет, то для него это будет, конечно же, это плохо, а если кто-то уже настолько устал, что говорит, да пусть она уже что-то будет, да, что-то уже изменится в моей жизни, уже не важно, в какую сторону я приму, главное, чтобы эти перемены были, то для них, возможно, это будет позитивный перемен, то есть, здесь все субъективно, так, смотрим, насколько раскрыт ваш потенциал как личности, да, то есть, проявление эго в физическом плане, то есть, вы как личность, насколько вы, во-первых, себя осознаете, но вы на пути к этому, да, вы учитесь, вы понимаете, уже совершаете какие-то действия в этом плане, да, в контексте понимания себя, но вам пока это дается, достаточно трудно, сложно, хотелось бы, чтобы это было проще, да, полегче, полегче, почему, потому что, вот, тоже присутствует, вот, какая-то иллюзорность, да, в контексте того, как надо развиваться, либо в контексте того, как должна проявляться наша личность, но вы находитесь в пути, куда вы идете, либо к чему вы тут идете, да, у вас есть цель, ну, для вас, в вашем понимании, это опыт, и вы к этому опыту идете, вы на начальном пути, как бы вам трудно, сложно не было, да, вы все равно двигаетесь, периодически останавливаетесь, чтобы как-то вот наполниться, подпитаться, в эти моменты погружаетесь в себя, здесь такой, знаете, принцип, я иду по жизни, получаю какой-то опыт, взаимодействия с людьми, либо с какой-то ситуацией, останавливаюсь, погружаю в себя, рефлексирую, делаю какие-то выводы, и двигаюсь дальше, здесь вот в контексте личности, вы находитесь на самом начальном этапе, исходя из этого, могу сказать, что вот вы находитесь на начальных этапах, осознания себя, да, здесь еще многое, от чего нужно будет отказаться, многое, что нужно будет в себе изменить, понять, убрать из своей жизни, но это, это путь, то есть сказать, что вот вы прям 100% здесь все осознанные, продвинутые, нет, здесь такого нет, это только начальный путь, опять же таки, начальный путь, у каждого может быть, это первый только шаг, а у кого-то это может быть уже пятый, либо десятый, но и то, и другое, оно является на начальном этапе, то есть здесь вы идете, вы идете, то есть это путь, здесь нету, как это сказать, конечной точки, вот, поэтому здесь еще будет много изменений, вот в контексте личности, а давайте посмотрим самые ближайшие, какие будут изменения, ну, то, что вы научитесь выстраивать свои границы, отстаивать себя, отстаивать свои собственные желания, а для этого нужно будет еще и понимать свои собственные желания, то есть что я хочу, вот такое достаточно, ваше мировоззрение будет меняться, то, во что вы верите, будет меняться, убеждения ваши будут меняться, ну, и ясное дело, когда что-то меняется, в нашей жизни, появляются какие-то новые перспективы, да, пока опять вы с ними не начнете взаимодействовать, получаете опыт, то есть здесь нельзя сказать, что вот, как это правильно-то объяснить, что есть некий такой потенциал, и вы вот из этого потенциала там берете там по максимуму, то есть здесь вопрос не потенциал, а здесь вопрос именно в пути, что вы движетесь, и это самое важное, самое главное, что вы движетесь по этому пути и познаете, каждый познает по-своему, но здесь есть движение, и это радует, И последний вопрос, но это уже не ролевой, как я уже сказала, а бонусом, да, мы посмотрим финансовый потенциал на данный момент. Какой у вас финансовый потенциал на данный момент? Ну, смотрите, финансовый потенциал у вас прекрасный, да, но у нас там изначально шут выпадал. Причем финансовый потенциал к вам придет тогда, когда вы раскроете свою женщину. Не тогда, когда вы, даже вы можете быть, например, там в браке, да, либо в серьезных каких-то отношениях. Вы как будто бы не, как это сказать, не то, что вы получаете от мужчины, либо от других людей, да, доход, а тогда, когда раскрыта ваша женщина, тогда, когда вы радуетесь, когда вы наслаждаетесь, когда вы веселитесь, когда получаете удовольствие от жизни, получаете удовольствие от своего тела, значит, как следствие у вас, как минимум, вы должны убрать все свои претензии к себе, там лишний килограмм, там, я не знаю, лишний волосок, лишняя родинка, лишняя, не знаю, еще что-то морщинка. Вот здесь вам, вот то, что мы говорили про личную жизнь, да, там вот второй ряд у нас был. Можете отмотать расклад с самого начала и посмотреть там, где луна выпадала. Вот когда вот эта женщина раскроется, когда вот этот потенциал будет раскрыть, тогда к вам будут приходить по максимуму деньги. Тогда вы сможете действительно творить, тогда вы сможете получать удовольствие от жизни, тогда у вас будет по максимуму ваша чувствительность и вы будете, как будто бы, знаете, ощущать вот эту энергию денег, эту даже не денег, а энергию благости. Вы ее будете транслировать и на нее будут притягиваться, будут притягиваться деньги. То есть здесь очень важно раскрыть свою женщину. А если смотрит мужчина, то ваши деньги, они связаны именно с женщиной и с женской энергией. То есть это как минимум могут быть женские профессии, да, там косметология, там пластический хирург, например, да, либо там магазины, бутики женской одежды. Вот все, что связано с женщинами. Там обувь создавать для женщин и так далее, и так далее. А если смотрит женщина, что в большей степени, да, то вот именно раскрыть свою женщину. Ну-ка еще давайте посмотрим ваш финансовый потенциал. Хотя здесь все расскажу. Шестерка кубков. Здесь еще может быть так, что у каждого человека здесь есть свой потенциал наработанный энергетический. Он связан с тем, с чем вы пришли из прошлого воплощения. То есть если, допустим, там вы почувствуете, что вы как женщина уже раскрылись, да, вы уже состоялись, вы это чувствуете, вы это понимаете, вы это видите, но финансов нет, то здесь как второй, так скажем, показатель может быть это то, что вы наработали в прошлой жизни. Сейчас вы этим и пользуетесь. Ну, как подсказка, это значит, что в этой жизни нужно накапливать больше благости, да, своими делами, своими поступками, своим творением, для того, чтобы, ну, в последующую жизнь, опять же таки, для тех, кто верит, да, ваш потенциал, он рос. Либо здесь может быть так же еще, что ваш финансовый потенциал, он связан каким-то образом с детьми. То есть, допустим, если кто-то из вас думает, что я хочу, например, родить ребенка, но как я его буду воспитывать, у меня денег нет, то здесь как будто бы подсказка идет о том, что с рождением ребенка у вас будут и деньги. То есть вот на ребенка вам даны, выделен какой-то вот объем денег. Ну, не в контексте того, что государство помогает. А энергетический ребенок, он приходит со своими деньгами. И он может как-то улучшить ваше благосостояние. Такое тоже может быть. Либо для кого-то здесь действительно деньги, они связаны напрямую с детьми. Ну, допустим, если вы уже там бабушка, либо уже взрослые, у вас взрослые дети, то велика вероятность, что дети будут вам помогать финансово. Либо вас содержать. То есть финансы тоже как-то привязаны к детям. Либо здесь может быть профессии, опять-таки, как род деятельности, связан с детьми, с праздниками и детьми. То есть, я не знаю, может быть там, не знаю, детский фотограф, либо организатор каких-то детских праздников. Либо там свадьба Кристины, все такое, крещение. Ну, вот как с праздниками, так и с детьми. Ну, либо воспитательница, там, например, в детском саду, каком-нибудь частном. Как-то так. Ну-ка, еще один аркан вытащу. Ваш потенциал финансовый. Ну, он завязан на интеллекте в том числе. То есть, умение реализовать свои идеи, которые у вас рождаются, материализовать их во внешний мир. То есть, ваш потенциал, он напрямую связан, насколько вы можете пропускать те идеи, которые к вам приходят в голову. То есть, их, как правильно сказать, они могут быть как-то казаться, что инфантильные, детские, какие-то вот, ну, незрелые. Ну, не нужно от них отказываться, потому что, вот, мне кажется, опять-таки у нас там шут выпадал, да, в самом начале, что вот какие-то непредсказуемые, глупые, непродуманные идеи, ну, бредовые, может быть, да, в них тоже есть вот какой-то ваш финансовый потенциал. Опять же, так что можно сказать, как бредовая идея, там, я не знаю, какие-нибудь лайфхаки, может быть, в кулинарные, да, там, хотите записать рецепты, и то тетрадка намочится, то там ручка, либо карандаш не пишет, и вдруг вы придумаете какой-нибудь там электронный гаджет, да, либо какое-нибудь приложение такое очень интересное, и поскольку оно будет практичное, вот, именно в быту, оно будет очень востребовано, и это принесет вам деньги. То есть вот здесь что-то связанное с этим, то есть оно еще и практичное должно быть, вот, и в большей степени как-то, ну, какие-то женские штучки, там, я не знаю, придумать какую-нибудь косметичку, такую особенную, да, очень удобную для женщин, либо там какие-нибудь чехлы для гаджетов. Ну, здесь вопрос творчества, да, почему я говорю бредовые, потому что эти идеи, они как будто бы на первый взгляд кажется, что они, ну, не будут реализовываться, но по факту они должны выстрелить. Вот, ну и в общих чертах ваш финансовый потенциал, он будет раскрыт только тогда, когда, я уже сказала, вы раскроете свою женщину, то есть когда вы реализуете себя, и реализация, под реализацией я не подразумеваю, когда у вас будет какое-то дело, да, либо какая-то работа, профессия, нет, а тогда, когда вы раскроете, когда вы поймете все свои черты характера, качества, когда вы начнете себя принимать такой, какая вы есть, не бояться проживать эмоции, да, не говорить о том, что вот я капризная, это не есть хорошо, либо там я должна где-то там хитрить и что-то обманывать, под кого-то подстраиваться, нет, вот когда вы будете сами собой, хотите быть дерзкой, будете дерзкой, хотите быть в каком-то моменте, там я не знаю непредсказуемы будете непредсказуемы конечно же в каких-то ну я не знаю нравственных рамках безусловно вот но при этом не сдерживая себя то есть вот опять же таки здесь очень тонкая грань до в контексте того что вседозволенности да и внутренние свободы вот вседозволенность это не есть свобода способа свобода она несет за собой некую такую ответственность ответственность за последствия да я свободный человек я как свободный человек могу высказывать свою точку зрения но при этом я несу ответственность за свои слова и я даю себе отчет что вот если я скажу это у меня будут такие последствия и я за последствия отвечаю вот это вот свобода а вседозволенность это когда я подхожу мне в голову взбило посрать кого послать кого-нибудь либо нахамить нагрубить я это делаю И при этом я не несу ответственность за свои слова, как обычно пишут хейтеры. Это же вообще такое пространство, поэтому я могу сказывать свою точку зрения. И считаю, что в этом есть какая-то свобода. Поэтому вседозволенность это не совсем про внутреннюю свободу. Вот эта грань здесь соблюдается. Но при этом раскрытие именно самой себя. То есть тогда, когда вы получаете удовольствие от того, какая вы есть. Когда вы себя не обременяете какими-то правилами. У нас там император выпадал. Правилами, когда вам не хочется с кем-то бороться и сражаться за то, чтобы разрешить себе быть такой, какая вы есть. То есть когда вы получаете удовольствие. Когда вы как ребенок радуетесь, что вам легко от того, какая вы есть. Знаете, бывают люди, которые нас принимают действительно такими, какими мы есть. Хочется нам покричать, мы покричим. Хочется повеселиться, мы повеселимся. И при этом другой человек вообще на нас, условно говоря, не реагирует в негативном ключе. Ну, в крайнем случае, может у виска покрутить. Но от этого нам не холодно и не горячо. Но нам хорошо. Вот здесь вот про это. Вот какая-то такая энергия идет. И последний вопрос. С чего вообще вам начать раскрытие себя? Вот какой-нибудь первый шаг, который вы должны сделать именно сейчас на данном этапе. Маг, просто начните действовать. Вот все, что вы будете делать, все, с чего вы начнете, это будет правильно, это будет верно. Почему? Потому что маг, это наивысшая, так скажем, степень раскрытия нашей разумности. То есть маг, он всегда действует разумно. Все просчитывает, все планирует. Планирует это такой скоростной интеллект. Человек, который понимает, знает, умеет, с огромной силой воли. Человек, который понимает свои собственные желания. Это человек, который не будет идти на пролом как дьявол, а он будет договариваться. В любом договоренности он будет применять хитрость и рассматривать свою какую-то выгоду. Но будет делать это достаточно дипломатично. Скажем так, как делают, допустим, рыбы. То есть если они не хотят что-то сказать, ты из них не вытащишь ничего. Они будут так, выскальзывать из рук. Вот здесь примерно то же самое. То есть какой вам первый шаг нужно сделать? Ну, во-первых, для кого-то, может быть, понять свои собственные желания. Что бы я хотела сейчас иметь? И двигаться в этом направлении. Либо из того, что я уже сказала, что-то услышала, что-то кого-то зацепило. Кого-то по-женски раскрыть себя. Кого-то, я не знаю, раскрыть как мать. Кто-то как профессионал. Кто-то, может быть, с финансами работает. То есть у каждого будет что-то свое. Но неважно, за что бы вы ни брались, маг говорит, что вы сможете. Что вам это подвластно. Почему? Потому что, что шут, что маг, они берут на древе жизни, они выходят из сферы кетер, то есть это из первоисточника. Они берут энергию из первоисточника. То есть у них огромный потенциал. Только один направляет в разумное русло, да, маг, а другой в непредсказуемость, да, вот в некую такую глупость, неосознанность. То есть у него все, что случается, это случается непроизвольно, случайно, легко. А магу приходится включать свой мозг, свой интеллект, все продумывать, спланировать, да. То есть здесь просто вопросы восприятия мира. Скажем так, один творит мир своим искусством, да, творчеством, а другой через науку, через, там, не знаю, математику, физику и химию. И тот, и другой творит свой мир, да. Только здесь способы творения, они разные. Кто-то через художество, написание картин, написание музыки, да, что-то такое более, ну, психологическое, скажем там, тонковоспринимающее, да, то, что невозможно пощупать. А другой с помощью каких-то цифр, либо, там, не знаю, физических, либо химических каких-то экспериментов. И тот, и другой познает мир. Здесь вопрос только в способе познания этого мира. Поэтому, неважно, какой путь вы здесь выберете, в любом случае потенциал у вас есть. Просто двигайтесь вперед. Ну, в данном случае, помогу через понимание того, что я хочу. Вот сейчас, что я хочу. Завтра я могу это перехотеть. И это не будет столь важным и актуальным. Вот сейчас, то есть делайте один шаг за раз. Как-то так. Вот такой вышел расклад. Хочу пожелать вам всем приятных выходных. В разделе сообщества вы почитаете вопросы для облиц-консультации. А я с вами прощаюсь. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока.